МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Платные парковки в центре Перми появятся с 10 мая будущего года. Соответствующее постановление опубликовала администрация города. О границах тарифной зоны можно узнать на нашем сайте. В студии вечернего вестника Дмитрий Кутявин. И вот о чем еще успеем рассказать сегодня. Время собирать камни. Разрушенный дом на Куйбышево-103 начали восстанавливать. Старая новая сцена. Реконструкция действующего здания Пермского театра оперы и балета обойдется почти в миллиард. Имя имеет значение. Или почему, открывая бизнес, стоит отключить интернет? Игра с цветом, фактурой и кроем. С легкой руки дизайнеров шубы сегодня мимикрируют под платье, куртки и пиджаки. В Перми начали восстанавливать рухнувший подъезд пятиэтажки на Куйбышево-103. Как сообщили в администрации города, на данный момент подрядная организация полностью завершила все подготовительные работы. А вот 14-й дом по улице Карпинского будут сносить. Все подробности у Дениса Пальчикова. Представитель управляющей компании каждую пятницу приходит и смотрит. Он проходит по подъезду, в подъезде все маячки проверяет. Такими маячками отмечены трещины на доме по Куйбышево-103. Если они начнут увеличиваться, об этом должно сразу стать известно ответственным лицам. После обрушения угла дом под особым наблюдением. Каждые две недели судьбу пятиэтажки представители администрации обсуждают с жителями дома. Нам сказали, что будет восстанавливаться этот угол рухнувший. До Нового года. Вот такая информация была. Подготовительные работы завершены. Установлено ограждение. Проведено освещение на строительную площадку. Для проведения работ временно сужена проезжая часть по улице Куйбышево. Соответствующие дорожные знаки и маячки на месте. Строители уже приступили к восстановительным работам. Строители обещают, что до февраля будет укреплен фундамент и воссоздана коробка дома. Далее останется лишь провести внутреннюю отделку помещений. Хотелось до январских морозов все-таки закрыть тепловой контур. Дальше, безусловно, необходимо будет просушить коробку здания и уже приступить к отделочным работам. Также планируется подключить отопление в доме. Уже в июне здесь рассчитывают заняться работами по благоустройству. К лету, опять же, по планам жильцы смогут вернуться в свои квартиры. А вот дом по Карпинскому, 14, взрыв в котором привел к обрушению части здания, восстанавливать не станут. Более того, дом снесут до Нового года. Фактически, уже установлен окончательно собственник комнаты в квартире номер 3. Мы определились со стоимостью, с выкупной стоимостью, которая сделала управление жилищных отношений. Эта стоимость собственника устроила и подписывается досудебное соглашение. После сноса здания на его месте появится новая многоэтажка с офисными помещениями. Сроки строительства пока уточняются. Денис Пальчиков, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Депутаты Краевого парламента утвердили сегодня законопроект, отменяющий региональную льготу на прибыль организации. Ставка сборов каждый год будет расти на 1,5%. Среднероссийского показателя – 18%. Она достигнет к 2018 году. Инвесторов такие новости вряд ли привлекут. Придется искать другие пряники. Между первым и вторым чтением законопроекта о регулировании ставки по налогу на прибыль депутаты законодательного собрания рассмотрели 101 поправку к нему. В итоге документ принят. Ставка будет увеличиваться ежегодно. Впрочем, законодатели уточнили перечень условий, при которых компания может сохранить ее в размере 13,5%. Мы приняли закон во втором чтении, и лет пять мы больше к нему не должны возвращаться. Вот приняли, и уже у бизнеса есть формула, и они должны примерять на себя и понимать, они заходят или не заходят, действуют или не действуют, инвестируют или не инвестируют, благотворительностью занимаются, спорт вкладывают или нет. Над совершенствованием другого законопроекта еще предстоит поработать. Инвесторов регион планирует привлекать заманчивыми арендными ставками на краевую и государственную землю. Один рубль за гектарь на трехлетний период. Но только в том случае, если их проект признают значимым для края. Земельный ресурс ограничен. И, соответственно, если мы сможем выстроить такую систему, при которой этот земельный ресурс на будущее, на длительную перспективу, будет приносить все увеличивающиеся платежи как в бюджет Пермского края, так и в карманы жителей Пермского края, которые будут работать на новых производствах, то это наиболее правильная стратегия. Это стратегия развития, а не проедания. Инициативу поддержали в первом чтении. Гораздо больше дискуссий вызвал законопроект о безнадзорных животных, который предусматривает передачу муниципалитетам ряда функций по отлову, транспортировке и передаче органам ветеринарной службы безнадзорных животных. У нас есть две точки зрения. И эти точки зрения уже приводились в два фронта. С одной стороны, это зоозащитники, которые действительно защищают права животных. Но с другой стороны, у нас мамочки с колясками, с детьми. И постоянное нападение животных, это оставлять без внимания сегодня уже невозможно. Я призывал всех своих коллег очень внимательно поработать в рабочей группе ко второму учтению, для того, чтобы действительно найти такое компромиссное, правильное решение. Правильным депутаты единогласно посчитали сократить собственные расходы. На обеспечение деятельности законодательного собрания в 2016-2018 годах потратят меньше почти на 11 миллионов рублей. Наталья Попова, Андрей Соловьев, Дмитрий Микрюков, телекомпания «Ветта». Бизнес – это всегда неизвестность. По статистике, 90% новорожденных компаний умирают в первый же год существования. А из оставшихся еще 80% терпят фиаско в следующие пять лет. Конечно, степень риска сильно отличается от стартовых и рыночных условий предпринимателей. Но вероятность терпеть убытки, а то и вовсе обанкротиться, есть всегда. Так что просчитывать приходится все бизнес-шаги. Решив заняться бизнесом, Лидия Пищальникова не проявила ту степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от нее, гласит постановление Центробанка. Сама того не зная, Лидия чуть не приступила закон. За то, что в названии своей компании она решила использовать слово «биржа», оказывается, грозит штраф. Причем немалый, от 500 до 700 тысяч рублей. Лидия говорит, она была уверена в том, что если что-то не так, ей скажут об этом еще на этапе подачи документов для регистрации юридического лица. Причем я была убеждена, что это так и есть. И перед тем, как пойти регистрировать наименование, воспользовалась любимым интернетом и посмотрела, но на предмет использует ли кто-то, не обозначено ли кем-то открыто, что нельзя применять такое сочетание, не нашла никаких таких подтверждений, но в силу своей юридической неграмотности не вникала в законодательные акты. По закону слово «биржа» и некоторые другие обозначения в своем названии могут использовать лишь те организации, которые имеют лицензию на занятия соответствующим видом деятельности. И пусть биржа деловых контактов – это не о торговле акциями, а закон есть закон. Тем более, что на этом этапе его незнание и правда не освобождает предпринимателя от ответственности. Так, по банальному незнанию, начинающий бизнесмен вполне может нарушить и чье-то исключительное право на название фирмы. На налоговые органы не возложены, то есть мы не проверяем идентичность названия, есть уже такие организации с таким нанильем. И если возникнет спор, то он будет решаться только уже в судебном порядке. В заявлении как раз есть такой пунктик, где предупреждается, что ответственность за информацию, за все сведения, которые в заявлении указаны, несет заявитель. В торгово-промышленной палате Пермского края отмечают, число споров в сфере права на фирменные названия увеличилось. В условиях кризиса борьба всегда становится более острой. И рекомендует озаботиться получением исчерпывающей информации о нарушениях, которые могут возникнуть при регистрации юридического лица. Ведь ошибиться проще простого. В соответствии с требованием Гражданского кодекса можно сказать, что приоритет исключительное право на фирменное наименование принадлежит тому лицу, которое ранее зарегистрировано в налоговом органе. То есть, иными словами, исключительно право принадлежит той организации, которая раньше внесена в налоговый реестр. Лидию Пищальникову, как до этого случая добросовестного предпринимателя, Центробанк простил. Штраф платить не пришлось. Но она с ужасом вспоминает перспективы бизнеса двух месяцев от роду, пришлось бы все-таки выплатить столь существенную сумму. Сейчас волнуется за коллег. По ее данным, только в Екатеринбурге компаний, так или иначе использующих в своем названии слово «биржа» несколько сотен. Хорошим подспорьем для предпринимателей могли бы стать превентивные меры. На входе мог бы существовать реестр этих самых запрещенных законодательно слов. Мне кажется, нужно просто инициировать создание какой-то комиссии, не комиссии, которая выпишет эти слова из закона, создаст грамотный реестр, и на входе в налоговый уже сразу будут отсеивать. И вы применяете там незаконные слова. Но кто говорил, что будет легко? Бизнес требует ответственного подхода и всесторонних знаний от предпринимателей. Впрочем, учитывая, какую ставку на малых и средних бизнесменов делают в правительстве, в наших общих интересах обеспечить им условия для развития. Станислав Уланов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Никого ни о чем не просить – отличительная черта успешного человека, который всего добивается сам. Но это воображаемое всемогущество может разрушиться в трудные периоды жизни. Однажды проснуться здоровой и начать новую жизнь – мечта Юлии Татьмяниной. Это жизнерадостная девушка, серьезно больна. В 19 лет врачи поставили страшный диагноз – рак лимфатической системы. Мечта моя самая большая – это выздороветь. Целью, на самом деле, очень много. Потом обязательно поступить, наверстать вот эти года упущенные, поступить, учиться, замуж выйти, семью создать, на мир посмотреть. Очень хочется. Со страшной болезнью Юля борется больше двух лет. И чего только не испробовали за эти годы. С отчаянием, говорит мама девушки. Нам сказали, что химия вам не подходит. То есть мы уже использовали все схемы, все препараты, какие у них вообще имеются возможности в нашей медицине. И приложили препарат дорогостоящий. Закупается он только на свои деньги. Получается у нас как приговор. То есть это единственный шанс на выздоровление. Заграничный препарат дает положительный результат практически в 90% случаев лечения рака лимфатической системы. Но на его покупку нужна немалая сумма – 2,5 миллиона рублей. Максим Аверин, заслуженный артист России, решил призвать всех пермяков помочь девушке, не быть равнодушными. В наших силах, наших возможностях помочь человеку. Потому что мы настолько все не защищены. И эта беда, она может случиться с каждым из нас. И мы не застрахованы, нет таких страховок. Мы должны не быть слабыми и помочь в этой борьбе. Я очень надеюсь, что все получится. И очень скоро это лекарство будет у тебя. На данный момент собрано чуть более 100 тысяч рублей. Но это капля в море в сравнении с нужной суммой. Время не ждет. Если у вас появится желание и возможность помочь Юле, обращайтесь к нам в редакцию. Или звоните напрямую Ольге Татьмяниной по номеру, который сейчас на экране. Татьяна Александрова, Дмитрий Микрюков, телекомпания «Ветта». Предпраздничная суета, елочные базары, список подарков, бой курантов. Одних радуют новогодние хлопоты, других нет. Но равнодушным этот праздник не оставляет никого. Порой вызывая у нас множество противоречивых чувств. Пермь начинает готовиться к Новому году. И экономить на праздниках, как мы выяснили, граждане не собираются. Праздник к нам приходит. Действительно, до Нового года осталось чуть больше месяца. Город уже начинает преображаться. Витрины магазинов становятся ярче. На улицах появляются елки и новогодняя атрибутика. Да и настроение у жителей заметно поменялось. И многие уже задумываются о подарках и праздничном столе. При этом экономить в этот Новый год большинство нами опрошенных пермяков не собирается. В этот Новый год я не буду экономить, так как хочется порадовать своих близких и родных хорошими подарками. Дети маленькие, смысл экономить я не вижу. Праздник должен быть праздником. Это же Новый год. Чудеса. Это просто не знаю, как можно экономить в Новом году. Ну, нет, ни за что. Ну, возможно, в какой-то мере, да. Почему? Ну, потому что цены повышаются на продукты, на товары. Нет, не буду Новый год. Как-то не время экономить. Преображается не только город. Многие театры уже активно готовят новогодние программы. И обещают нынче больше интерактива. Будут очень много сюрприза. Будет необычно вот это действие, которое начнется в фойе. Оно будет необычно. Это будет впервые так, чтобы сказка начиналась интерактивно, вместе с детьми. Ну, в общем, совсем не так, как это привыкли. Там пришли, разделись, сели в зал. Сыграли детский спектакль. После этого хоровод у елки. Праздничное, новогоднее, детское представление, оно будет напоминать некое путешествие. Главный символ праздника – новогоднюю ель – уже начали устанавливать на городской эспланаде. И к 1 декабря эта красавица высотой в 30 метров засияет праздничными огнями. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». У наших цивилизованных современников нет никакой насущной необходимости в меховой одежде. Высокие технологии предлагают нам массу совершенных теплоизолирующих материалов. Но многие из нас по-прежнему не в силах отказаться от меха. Да, мы особенно. Он притягивает, восхищает, магнетизирует. А любовь к натуральному меху можно назвать национальной чертой россиян. Сегодня просто красивая или удобная вещь. Не особенно кому-то интересно. Всем хочется, чтобы у нее была история, бэкграунд. Поэтому современные дизайнеры нередко обращаются к творчеству художников прошлого или самой великой истории. И вот надевая уже такую вещь, ты начинаешь себя чувствовать актером театра, название которому «Жизнь». «Жизнь» театра. Об этом мы знаем еще от Шекспира. Английский классик недаром провел эту параллель, которой удачно пользуются все художники, включая дизайнеров. Мир моды – это, можно сказать, гипертрофированный театр. Здесь, как через увеличительное стекло, видно, какие процессы царят в мире, что владеет умами и сердцами людей. А владеет ими, если оглянуться вокруг – зима. А это значит, одеваться нужно теплее. И не только. Одеваться хочется со вкусом. Итальянский эксперт в мире меховой моды Маурицио Браске рассказывает о тенденциях в этой области. Классика, конечно, всегда остается нетленной, но замечу, что шуба больше неравнозначна самой себе. Дизайнеры откровенно творчески хулиганят. В мире, где все так серьезно и порой трагично, есть желание встряхнуть всех вокруг себя. Посмотрите, как шубами крируют под платья, куртки, жакеты, пиджаки. Какая идет игра и с цветом, с фактурой, кроем. Иная шуба стоимостью в приличный автомобиль откровенно сдабривается заклепками в стиле гранж или красится в невероятный цвет. И все это за тем, чтобы женщина смогла раскрепоститься. Перестать себя чувствовать человеком в футляре, пусть и очень дорогом. Ведь внутренняя свобода – это одна из самых больших ценностей, которую дизайнеры транслируют через внешние проявления. К тому же сегодня в фаворе так называемые интеллектуальные вещи. В создании своей последней коллекции я опирался на творчество великого испанца Пикассо. Его подчеркнутая графичность, склонность к сюрреализму, любовь к русскому балету. Все это я попытался отразить в этих меховых вещах, каждая из которых и сама приближается к произведению искусства. Шуба сегодня не столько маркер статуса, сколько маркер интеллекта. Ведь при помощи этой вещи вы создаете многослойный образ, который многое может рассказать о ваших увлечениях и ценностях, и которые смогут оценить те, чего внимания вам хотелось бы. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Оставайтесь. Вечер обещает быть добрым и интересным. Сразу после Вестника игровое шоу «Цена вопроса» и новая серия Склифосовского. Встретимся в 21.00. Здесь же, на Ветте. Буду ждать. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok